итак приветствую мои други должен сообщить вам пренеприятнейшее известие чувак эркин или педагог как он себя называет не сразу наш эркин был на все гораздо пианист и педагог как пел когда-то токарев вот то есть скрылся чувак так с неожиданной точки зрения то есть он ни хрена не понял вчера иронии что ты там помогаешь пацаны это была ирония и те кто общем как бы понимает что здесь в украине происходит естественно мне просто смеется над ним как он счастлива посмотри что за ринг-шоу обо мне говорят а те говорят что ты мать сука вот так вот по-другому не скажу вот сейчас вы увидите вот эти вот все разговоры о том что должен с нами сделать путин что мы укронацисты что мы фашисты ну вот и тут же он в общем как бы говорит там слава украине героям слава в общем непонятно какое-то биполярное расстройство я даже я как бы уже охарактеризовал тебя эркин может у тебя проблемы там с твоей лудомании до игромании ты там любишь сделать ставки ты зашел сюда поскольку мне общем про тебя очень много нелицеприятнейших вещей наговорили вот типа юра что ты делаешь сбросили скриншоты ну в общем вы это все видите сейчас эркин первое желание тебя было заблокировать чтобы ты и как бы нахрен нас не видел открывал новый аккаунт и снова скрывался по новой мы тебя снова блокировали но мы с ребятами поговорили и вот я выскажу мнение мы понимаем насколько ничтожна твоя жизнь ты ищешь где-то что ну где-то возможно зацепиться чтобы там врать обманывать лебезить вот чтобы чтобы чувствовать себя нужным говорят ты учишь русскому языку вот я тоже педагог я профессор у меня докторская степень я преподаю на факультете журналистики и я преподавал и в польше и преподавал в украине до войны в национальном университете венитрация гольче шевченко и в нескольких других вузах читал спортивную журналистику вот так что ты вроде бы как коллега да но не впервые стыдно за то что общем человек твоего от твоей души называется педагогом вот поэтому живы себе как ты живешь ты можешь писать все что угодно я тебе сразу я тебя не буду блокировать но все твои комментарии я буду удалять вот и все потому что твое мнение вот лично меня не интересует ребята могут высказать свою точку зрения опять же говорю что у нас здесь не канал юрия нестеренко да это канал и джафара и дмитрий анатолия итальяныча потому что мы командой мы работаем ребята могут сказать что пусть комментирует там все пято-десято я соглашусь но просто даже если мы решим не удалять твои комментарии фидбэка ты не получишь на сегодняшний момент ты повел себя подлейшим образом ты поздравляешь россиян с победой путина ты поздравляешь нас там с независимостью украины тем что мы боремся ты говоришь что тут мы нацики и фашисты нас надо уничтожать и тут и поддерживать если ты мне поверил в то что я вчера сказал причем понимаешь дело то что ребята не дадут мне соврать мы мы разрабатывали эту систему то есть и даже у нас такой спор был то есть поймет чувак иронии да либо он настолько извините долбоеблять что он вот это вот все поверит неприятный инцидент согласен но он случился поэтому мы принимаем любые вызовы в нашей жизни достаточно было неприятных ситуаций для нас когда мы испытываем банальнейший испанский стыд за даже незнакомых нам людей поскольку они находятся в нашей компании поэтому дорогой аркин живи себе как ты хочешь но опять же здесь я не знаю ребятам с эту точку зрения я тебе здесь не рад поэтому я тебе просто советую да измени название открой новый youtube канал ну вот если ты хочешь нас смотреть если наши прогнозы для тебя так важны чтобы ты делал ставки и зарабатывал на них вот измени пожалуйста свой никнейм открой новый канал и спокойненько нас слушай я опять же говорю не пиши комментариев вот честное слово противно просто противно такое желание мить вымыть клавиатуру мать после этого экран хлоркой вот так я прошу прощения у ребят диман джафар анатолий ну а теперь какую же страну назвали гондурасом то мне ответят на этот вопрос буквально иронии иронии но какую страну назвали гондурасом ну вопрос на поверхности где всего лишь один профессиональный боксер тэфима лопес да да я когда в общем начал изучать но первое что ты делаешь а ты пишешь в гугле боксеры гондурасов тебе вываливается первая ссылка это википедия ты заходишь смотришь боксеры гондураса лопес тэфима лопес тэфима малина сколько боксеров из гондураса потому что там никарагуа венесуэла какие-то непонятные то ли города то ли страны то ли провинции сто сорок одна страница четыре боксера с гондурасом три из них любители хотя ты выбираешь профессиональный бокс то есть так что страну которую назвали гондурасом это страна тэфима лопеса и байрона малины который провел три поединка на профессиональном ринге и находится в состоянии инактива то есть неактивный бой поэтому говорим о тэфима лопесе нет я извиняюсь там еще есть гарольд кальдерон который знаменит тем что его побил шахрам гиасов перед боем перед его крайнем бой поэтому два профессионала википедии вот вычитал остальные действительно да на любителях и причем два страны где вроде профи бокс не развита в любителях они хороши и тут четыре боксера я захожу на каждого тыквы и он такой там пишется участник олимпиады вылетел в первой стадии следующий участник олимпиады вылетел во второй стадии то есть там даже до плей-офф грубо говоря да 1 и 8 никто не выходил поэтому да вот такие вот релан ну про кальдерона некого там говорить кроме того что он проиграл в великому ясну окей поэтому мы мы говорим о единственном неповторимом в тэфиме лопесе который в принципе несмотря на то что родился в гондурасе все таки имеет гражданство то есть он родился в соединенных штатах не знаю почему он как бы боксер гондураса если он родился в соединенных штатах америки но может быть родители настояли вот но давайте поговорим о нем тэфима лопесе когда вы с ним познакомились визуально естественно и какое впечатление он на вас провел кто начнет первым давай димончик тебя не было давно ну и первый раз я с ним познакомился когда мог боксоваться с ним слушайте ну вы с Толянычем исключительные люди я прошу прощения тут с фолшем Толяныч недавно боксировал а ты с ним познакомился ну я про него и чув что он скандальный лопесе вызывал на бие Василия Ломаченко и сказал что в него переможе я тоди читал интервью то деяки сумнёвалися а деяки наоборот сказали что у него все вийде что и вийшло и я считаю что результат справедливый и Василий там сам винувати не допрацював ну и так само и он и провел поединок против Хенні тоже там неоднозначно так что я вважаю что его не засудили Василия Ломаченко а насчет лопеса ну у него там я знаю что батько скандальный и еще насчет лопеса могу сказать что он опозорился бою против Камбосеса ну это я дивился этот поединок что Камбосес не совсем таки там вообще не технічный и слабенький таки боксер а він з ними позорился був в нокдауне ну и проявив себя непогано он против Тейлора ну я могу так коротко про него сказать что вот и как по моей точке зрения то він ну не не Кроуфорд известно что не такого уровня хоть и не вызывал там Кроуфорда ну так чемпион естественный чемпион ну вот сказать что он супер классный боксер я б так не сказал окей ну как боксер он мы поговорим сейчас а сейчас просто вот первое впечатление когда вы увидели ну грубо говоря там точнее в кавычках познакомились с Тейфимом Лопесом Джафар я впервые узнал о нем скажу чтобы не попасть под раздачу значит когда он накрутировал Коми вот везде этот накалк крутили потому что против Коми ему тоже много шансов не давали вот вырубил чемпиона все он следующий прецедент на бой с Василием и я как фанат Василия близко видел до всей этой ситуации но думаю нет нет потому что у него шанс против Лома и вот смотрю этот бой я помню как сегодня значит у меня был в тот день экзамен выпускной я сидел с утра смотрел этот бой и с плохим настроением потом пошел на экзамен в общем ну экзамен там хоть сдал сдал ну слава богу хоть в этом Тейфима Лопес не виноват в общем да 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 вот я возненавидел его после этого потому что ну ладно ты победил но его эти высказывания что я там забрал 10-11 раундов из 12 это тоже какой-то бред был и его папаша тоже нагнетал поэтому я да так его возненавидел потом ликовал когда хамбос его победил и все думаю там он начал подниматься к бой с Джорджем Тейлором я думаю Тейлор забьет последний год в его карьеру но нет вышел Лопес сказал мастер-класс и действительно изменил мое мнение о нем что действительно боксер который все-таки заслуживает уважения поднялся и побил абсолютного чемпиона в категории который он совсем недавно на данный момент его карьера находится в таком кратком состоянии потому что вроде как все разбились на два лагеря вот эти вот все Хэйни и Горси они проводят бой между собой Кропот который плевать на него хотел уже прыгать выше и другой вопрос кем ему драться сейчас неизвестно ну будем смотреть анатолий первый раз услышал о лопесе когда у него по моему было там то ли 7 поединков то ли что вот его как раз тогда в боксерских ресурсах начали выставлять его какие-то заявления о том что он уже с того времени как бы начал охоту за Василия Ломаченко я еще тогда просто думал ну охеревший какой-то типок такой еще ни хрена не достиг мы не знаем кто он что он там рассказывает ну то есть у меня сразу как же понятно как у большинства наверное людей было к нему негативное такое видение его и как бы он мне тут раздражение скажем так вот неприязнь и раздражение и вот это он дальше вот с этого момента он где-то периодически начал появляться как бы все чаще ну понятно он начал проводить бои их начали понемногу показывать ты где-то начал увидеть плюс и он постоянно с каждой победы все больше и больше не так вот этот самый трэш который в принципе как ни крути а вывел его на этот бой который он захотел то есть он этого когда мы все вначале думали что это вообще никогда не будет этого поединка кто он такой а он буквально через там боев и еще 5-7 до 1 и вышел на бой за абсолютно казалось бы вообще нереально если бы это кто-то сказал тогда что такое будет и я его как боксера поначалу ну то есть для меня он был простой как бы я ничего такого не видел добьющие до крепкие физически но не видел я ничего я тоже был уверен что ну ломаченко просто переедет его ну было просто никогда я посыл поединок и понятно не будем на нем зацикливаться это опять же повторюсь как дима сказал больше могу сказать одно что лопес очень здорово подготовился к этому бою потому что многие вещи которые он делал это было не импровизация это была домашняя как говорится проделанная работа встречный апперкот на сближение васи смещение с линии атаки то есть он делал такие вещи которые многие до него не делали вообще поэтому не 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 знали даже как себя вести при атаках вот этих наслоениях вас не терялся лопес в этом плане если пропускал то он не давал себя повтор повторные атаки пропускать то есть он был готов а васяк понятно там травма лопес выиграл понятно было немножко такой такая какая-то опять ему еще больше неприязнь и особенно то что ну как многие фоксеры американцы и латиноамеканцы которые любят много говорить не всегда и и все любят есть кто-то обожает этот что кто-то его ненавидит поэтому хлопца и вот такая же где-то была ситуация лопес потом непонятно как почему недооценил проигрывают камбоса который я как-то вот когда там что камбоса благодаря лопесу он должен каждое воскресенье ходить в церковь и ставить свечку за его здоровье что вот так вот лопес в этот бой плохо а еще более того с австралии должны всякие знаете вкусняшки которые нигде нет кроме как в австралии высылать туда где живет лопес полакомиться этим это благодарность за то что он ему дал шанс очутиться там где камбоса очутился потому что я думаю что все согласятся что вот именно вот этот лопес ему сделал этот трамплин чтобы он влетел и получил вот такие крутые поединки хорошие деньги стал и стал даже подержать с быть чемпионом абсолютом хоть и недолго но бы все как-то я после то подумал вот и все лопес видно вот был заряжен только на васю вот он выстрелил а дальше это как мы и думали боксер не очень ну вот соглашусь у него кстати был невыразительный бой в канал только перешел 63 ну и вот гость тела он конечно показал то что он умеет делать выводы своих ошибок он развивается он него нельзя еще списывать это боксер который в принципе еще должен свое слово последний не сказал и и даже несмотря на сами самый выразительный поединок его последний с артистом дабы во многом зацикливаться не горит о том что лопа сейчас либо в супер крутой ну и либо он вообще никто то есть этот чемпион он на своем уровне и сейчас я думаю будет какой-то поедино что-то будет делаться понятно я заняты теме может они договорятся с убери или матерсом за объединительный поединок это был бы я считаю очень крутой бой вы бы наверное хотели все посмотреть возможно какие-то другие варианты будут ну лопес пока чемпион мира абсолютный чемпион 61 и чемпион мира в 63 ну как бы красавец окей я познакомился с тефима лопесом визуально когда в андеркарте поединка ковалева и альвареса элидера вот он боксировал против диего магдалена тогда в общем говорили что после него боксировал ричард томи и сачи не там оскар вальдес боксировал то есть достаточно хорошая в 2019 году достаточно такой плотный вечер бокса и тогда в общем говорили что вот теофима лопеса если выиграет очень будет боксировать чемпиона мира по версии в ричардом коми если тот выиграет и если честно что ричард коми для меня как бы не было особо знакомо что теофима лопес просто и тот и другой как бы победили победили достаточно зрелищно поэтому естественно после победы там ричарда коми ты говоришь достойный соперник там банальные вещи говорил но опять же то есть кто такой ричард коми кто такой теофима лопес до чемпионы претендент но абсолютно общем как бы они все они были в разрезе интересны в разрезе василия ломаченко и вот и все не не больше не меньше вот потом когда собственно говоря теофима лопес там эггиста бить и на токане и вот к василию ломаченко ну опять же победа над феерическая победа над коми вот то есть ты начинаешь ему присматриваться ну и опять же то есть ты смотришь на него и понимаю что ну то есть это все хорошо парень ты отлично там как бы хочешь драться там все но твоя техника по сравнению общем с васей ну никуда просто никуда то что ты там что-то говоришь да ради бога я тоже говорю там это же мы все понимаем что треш токи это не больше не меньше нежели общем заинтересовать публику себе продать поединок и ну и добавить себе уверенности вот и все то есть к этому нужно спокойно относиться это них это нельзя оценивать с точки зрения там он трепло либо он там феерический оратор вот это это просто часть бизнеса и в не больше и не меньше вот к этому к любому треш току к любому там высказывание относитесь просто эта часть бизнеса ну вот ну и конечно с василием ломаченко когда уже как бы я всегда говорил что я очень хочу увидеть лицо василия ломаченко которая общем наполнена синяками слезами и горечью утраты я это увидел причем опять же вспоминая тот поединок в проигранном полностью вина васи тэфима лопес был потом был вы был лучше потому что вася был даже неплохо был никудыш не вот что что было в голове у васи это знает только он сам но то что мы видели говорит о том что вот но опять же я и что в боксе вот ты понимаешь что синдром внезапно возникшего дебилизмом ведь он он существует потому что высококлассные боксеры или 2 все раз большим опытом ведут себя как малые дети следующий бой с камбососом ну это это было нечто нечто невообразимое потому что сам бой то был классным жестким но здесь как бы тэфима лопес хотел а еще в легком весе конечно же мы помним что появление тэфима лопеса я отлично оценивал как ну ну пипец теперь мне все там вася держался за свой пояс там за свои пояса тэфима сейчас начнет защиты четыре пояса в легком весе скоро мы увидим но все это шло в никуда то есть я я лично очень надеялся что тэфима лопес будет у тем триггером раздражителем который заставит или мотивирует чемпионов на объединительные поединки ни хрена камбосос его раздел причем опять же в этом полностью вина тэфима лопеса нефиг с рубакой с рубаха и рубакой парнем играть в его игры ты боксер высокого класса ты умеешь боксировать опять же я всегда говорю если меня кто спрашивает как ну как должен боец боксировать сначала как файтер а потом как панчи он сделать должен все возможны для того чтобы потом избивать своего соперника переиграть выставить его дураком насовать а потом когда очень предварительно работа сделана в общем как бы одним ударом бахну и появление его уже в 63 с половиной как бы ну хорошо парень пришел туда вот сейчас наведет шороху тогда в общем нельзя сказать что это был сильнейший вес но там было достаточно общем как бы хороших бойцов и мы увидели что общем как бы разговор ни о чем великого там взрывание 63 с половиной не получилось такое слабенькое пуканье с тонкой ноткой зловония и все ну до тех пор пока общем как бы джош тейлор не возник ну то сначала там сандор мартин мы не считаем джош тейлор как бы и все вот это единственное достижение титул чемпиона мира по версии wbo невыразительный поединок против артиса но опять же в этом я теофима лопеса упрекать не буду мы этот бой разбирали вот то есть на сегодняшний момент теофима лопес с одной стороны ты уже на него смотришь кто-то смотрит на него как на клоуна кто-то смотрит как на боксера который но все-таки умеет боксировать и вроде бы как начал подавать признаки стабильности но является ли он тем парнем которому сказать но он запомнится он запомнится вот к сожалению он запомнится благодаря только василию ломаченко и все и пока на сегодняшний момент теофима лопес не является боксером скажем так с которым бы юрий нестеренко с хотел сфотографироваться не знаю хочет ли со мной сфотографироваться теофима лопес вот но скажем так то есть я до смотреть поединки до ждать от него чего-то да вот но получать от этого вот удовольствие но если разве что будет какой-то нокаут либо он улетит я получу удовольствие того что он оказался в нокауте вот вот собственно говоря все что я могу сказать от эфима лопесе кто-то что-то к этому личные вот мы увидели что вот чем вы рассказали как вы его увидели как скажем так начали следить за ним какие-то личностные претензии к нему как человеку и как вы его характеризуете как боксера дим ты начинал эту тему давай тогда ну личные претензии ну вот я тоже так вважаю что это бизнес так он себя ведет это же я еще до того чув про цей трешток все ведь самого тайсона фьюри он тоже так сам выступал как казалось что это же обоих оба барома что ему платят за эти гроши и того они за себя так ведут так само и батько а это все для того чтобы стать популярным ну вот и батько ему цьому помогает так что я думаю что это все связано то что он там ну вот я скажу тут дуже поганый а то того чтобы ему за это гроши патят а насчет того что який він боксер ну от мне кажется что он боксер ну скажешь как чемпион ну не супер чемпион если можно так сказать потому что у него есть и промахи он себе ну понятно что с Ортисом но там и Ортис был очень осторожный ну вот сказать что он до любого боксера найде подход я вважаю что это не так и если у него категории там будет было бы интересно подавиться его против Дэвида Хейми ну я так думаю и Матяса звестно но я думаю что Матяса возможно и пройде а Хейми не знаю ясно Джафар я начну опять же с личностных претензий на самом деле если абстрагироваться от того что мы там болели да многие за лому то парень просто с самого начала говорил что я побью этого человека и никто то что мы вообще не верю он вышел и побил это действительно то есть если абстрагирует от всего трёхта который он плевал то и говорил вот вот это власть а так как боксер он Дима очень правильно сказал что он не умеет не умеет найти ключ к любому боксеру ему это не хватает все опыта потому что 140 его удар уже не так и боятся 135 там да он попадал за рубал был он зарекомендовал себя как панчер а потом ему приходит боксировать тем же Ломаченко он а я почему не давал ему шанс хоть Ломаченко потому что он боюсь на катании против нас боксировал он как только начинается какая-то проблема ну когда не там была проблема в антропометрии лома это углы это скорость то есть я вообще ему шанс за этого не давал а он видно что он научился боксировать перенес это все 140 но тут же опять же с потрясними бойцами как Сандур Мартин и Педр ну с Педро Кампой ладно он там но Сандур Мартин он отлетел в наглоун потому что боксер не начал на него напрыгивать не начал работать с первым номером лоб сумеет контрить то есть ему удобнее всего там было контрить даже с Ломой у него лучшие моменты возникали когда Лома там как-то пытался напрыгнуть он смешался либо там вот боковой давал уходил не давал ломить зайти в угол поэтому ему еще надо надо еще с кем-то вот Ортис его научил что нужно научиться резать углы и Сандур Мартин его должен был научить как работать против боксеров которые не работают первым номером но он поэтому не научился я надеюсь что опять же бой с Ортисом вот у него проблемы я еще раз говорю в ментальном плане то есть он бой с Ортисом воспринял Ортис не хотел драться поэтому бой получился плохим бой получился плохим там не умеет ли от судьбы то есть ты должен с этим этим мысленно закрыться в зал и вроде как того как начал изолироваться от этого постоянного диктаторства его отца помню мы все видели как он на интервью там говорил как он меня достал уберите его отсюда и ему надо все вот эти вот проблемы нескольких сумма отключить вернуться в зал с грамотными людьми не со своим отцом который в бою с Камбозом перед двенадцатым раундом говорил что все отликнуто его вообще в ноль забиваешь вот такие вот дела то есть он боксер настроение если у него там все нормально если вот там папочка не не пичкает то все у него хорошо и кайфует он от бокса а если нет то он выходит на боксер на офисную работу в 8 утра не позавтракав и выдает вот такие выцепления как он выдал кампы с сандором и с тем же дорогу я понял анатолий ну как за человека я не могу говорить потому что я с ним лично не знаком чтобы давать отсылку какой человек хороший плохой то есть то что он парень нет 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 но смотри личностные претензии что ты кушать не можешь так его ненавидишь нет у меня такого нет ну это как-то этот человек он мне может нравиться я буду смотреть его интервью буду смотреть его бои искать принц но если он мне не нравится то по разумному просто не обращать на него внимания ну скажем так хотя у меня опять же говорю к локусу была какая-то такая неприязнь связана с его поведением но со временем тоже как бы понимаем что это часть бизнеса вот эта часть бизнеса ну и плюс он сам по себе насколько я вот так вижу человек импульсивный вот как сказали ребята и вот эта импульсивность который у него в его повседневной жизни она к сожалению негативно часто переносится и на его бокс то есть возможно даже это связано и даже с их ними вот этими терками с отцом когда у них уже прошел такой момент где отец уже не может они не могут разделять вот как отец тренер и отец просто отец то есть они смешали уже личные какие-то моменты которые у них не в зале не на ринге в быту скажем так и смешали это вместе с тем что когда они в зале и когда тренеры это не отец сейчас а тренер то есть эти моменты они наверное все-таки сказываются больше негативно на сегодняшний день для бокса как мне кажется лопеса чем чем позитивно то есть бывает знаете мы много знаем было примеров когда отцы тренировали своих сыновей но приходил момент когда они с ними расходились и карьера у них не становилось хуже а у многих она даже получала достаточно еще хорошие успешные тот же рой джонс который разошелся с отцом и потом его тренировал мэркерсон у них была блестящая карьера тот же шейн мосли тоже уходил от отца джека мосли только принципе нельзя сказать что после этого начал проигрывать и все стало плохо и много-много еще таких можно поискать поэтому возможно возможно пришел тот момент когда лопес уже стал отец все-таки еще хочет его учить научить не как бактора учить как сына а он уже сам как бы наверное отец сам уже взрослый мужчина и он это уже не воспринимает тоже как учение тренера уже все время как учение отца и вот наверно вот этот этот момент и отец импульсивно насколько мы видели такой тоже своеобразный дядька и сын и вот это мешает ему и правильность вам же фаршу тут даже когда лопес вот как вот он показал в том же бою с васи да опять же то что вас это был плохой это понятно но игру лопес же ну что-то тоже делали то что выиграть если бы лопес ничего не делал не был бы готов даже такой бы вася у него бы выиграл но он готовился он действительно то есть если вот он заряжен на поединок если вот он хорошо готовится он может выдать классный бой он может показать какие-то такие вещи которые мы раньше за ним не видели но если что-то у него нет было настроение не надо молни как у нас говорят украине да соответственно он может выйти и ну вот как композа сам просто тупо отдать поединок мы же все понимали что фаворит 100 процентный лопес как он смог проиграть да потому что вот делал много неправильных вещей пустил бой на самотек а вы его не мог и вот есть моменты в нем что боксер он неплохой но вот как как соглашусь опять же жоффаром тобой вот с артистом показал что но есть у него боксеров которые будут от него в на ногах хорошо уходите попадать в него будет с ними проблемы он не может их закрыть он не может скажем так решить эту проблему понятно он убегает у них очень пакетов но он не может закрыть и не может решить проблему и в таких поединках вы будет тяжело просто я соглашусь что ортис вообще минимально делал что-либо просто его была участь в этом бою это то что он был в ринге то есть боксировал ну очень очень чересчур осторожно и очень мало поэтому понятно трудно зацепиться трудно развить атаку трудно что-то сделать но опять же это показало то что если будет хороший бегунок такой подвижный боксер игровик который будет техничный не будет бояться лопеса могут быть с ними проблем боксером хороший ну вот нужно нужно вот как бы вот посмотреть что будет дальше с кем он выйдет то есть если будет достойная позиция лопес может опять приятно удивить либо он уже вот все вот все что он мог показать это мы увидели лучшего его стейлором в этой весовой категории это так как-то ты так безнадежно здесь вот если мы были за столом мы бы стали выпили ничего окей все достаточно то есть смотрите один боксер это на весь гондурас и вы столько времени ему посвятили боксеры бразилии страна где очень много диких обезьян большая часть населения ходит белых штанах вот прекрасный пляж как кабана христос возвышается над всем этим и замечательная песня когда-то светлакова про вот этот вот как он стоял перед посольством бразилии замечательная песня вот но теперь мы поговорим о боксерах сколько вы насчитали боксеров профессионалов в бразилии но я смотрю по глазам наш как преподаватель я сразу смотрю когда люди опускают глаза там ученики начинают там ерзать но хоть готовились да слава богу хоть подготовились дима у нас начинал джафар давай ты ты у нас человек академичный методичный нет мы профессионалов там наверняка было больше чем мы сегодня обсудим но мы вроде заявляли в заявке у нас на сегодня было пятеро таких пятеро таких о которых стоит поговорить и в принципе есть ну да остальные они ничем особо не запомнились мне начинать пока пока только он валий количество 5 у меня у меня 6 дима у тебя сколько пять вышел за я скажу ребят сразу анатолий анатолия я не готовился мне похрен я вообще я тогда когда мы должны были готовился но голове у меня сейчас только помогут трое так что я четко сейчас я процессе вспомни тогда информация вернется и бросай бухать а то вот это твое на троим нет я не пью пост идет пост идет не пью ну начался как может и ты и мясо не есишь не не есу я мясо принципово я тельки выпить иногда люблю бо мы народ широкий и гостинный и выпить и мы можем дохуя а про джиддев та инших инородцев отдание несчастно джафар тебе я тебе настоятельно советую такой есть у нас лезь подривянский он читает как бы на украинском языке но я думаю что если ты найдешь в интернете там начни пожалуйста гамлет обо феномен датского кацапизму так это мне нужно будет записать я я тебя сброшу гамлет обо феномен датского кацапизму я тебе сброшу этот видеофайл мне очень интересно будет твоим ты же знаешь что такое гамлет да конечно же нет не тот гамлет который сосед у тебя на улице баку гамлет это одно из самых популярных имен да с тех времен осталось сейчас советских окей я хорошо давайте тогда кто называет первого бойца который считается скажем там отцом основателем бокса профессионального бразилии ну давайте приятно да эдер жоффре абсолютно согласен это самый как бы первый самый лучший боец который еще был чемпионом мира в прародительница всемирной боксерской ассоциации национальной боксерской ассоциации а вот кто еще дима давай жоффре и дальше ну вальдемиль парейра патрика лэндаш тайшера концерт 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 сайт и ассалину фрейтас а то что я не знаю у меня два раза робсон концерт да видите но и и и на старуху бывает порнух окей действительно вот эти вот пять человек являются лицом профессионального бокса эдер жоффре что не можно сказать по вашему мнению насколько общем как бы ну мы его назвали отцом напомню что он боксировал в легком весе полу легком весе один из девятнадцати по версии журнала ринг 40 лучших боксеров которые вас то последние 80 лет с 50 с 92 года является членом международного зала славы бокса принимал участие в олимпийских играх 56 года но вот собственно говоря то что он завоевал титул чемпиона мира по версии nba и wbc вот собственно говоря его и сделала кто-то смотрел его поединке что-то может сказать о нем что это был за боксер давайте мы будем просвещать наших зрителей и слушателей ну что никто не смотрел что-то я смотрел на не полностью поединке смотрел на резкий определенный ну да к сожалению важных боев мне он показался таким выцеливающим панчером то есть он любит много но в процентном соотношении 2 из если средний брать два из трех ударов приходится прямо в точку если может выбросить один по блоку и следующие два будут либо по корпусу точечно либо по сервису дальше у меня вот здесь выписано что он доработал он на всех дистанциях работать хорошо то есть он чувствует себя комфортно и на ближний когда ему легче убрасывать издание он быстро умел переключить на сцене и потом опять же на ближний все это дело с ударами что важно не без ударов и я почитал про него в експеде что он даже после карьеры в отличие от остальных вот мы в прошлом выпуске говорили про аргентинцев которые каждый второй был там жену был плен наркокартеля он начал работать в больнице после окончания карьеры потом в какую-то фирму устроился и вплоть до 70 поддерживал форму активы то есть капитальный красавчик положил молодым дорогу такой пример скончался к сожалению от травмы там у него хроническая болезнь была вот то есть да хороший боксер был панчер те кто любят нокауты могут посмотреть его там опять же были нарезочки полных боев немного я нашел вот на ногах тоже хорошо двигался то есть все все эти фирки и дистанции исходят от ног поэтому Дмитрий что ты можешь сказать ну я согласен что он был панчером 50 поведенков играл нокаутом 78 поединке я знаю что лишь он 2 поразками и ничьи 4 ну то он был и точный ну и технический боксером был я тоже дивился уривки то он боксировал как на тот час хорошо выступал и был популярный и он проводил поединки ну вот мне кажется что зрелищные непоганые хорошие поединки ну как вы сказали был чемпионом ВБЮС то у двух ну так же как Теофима Лопес у трех игроков категориях что это еще в Теофима у легкой и на его первой на пиве средней вазе Анатолий Я не буду уже повторять то что или ребята я могу сказать вот то что он при том всем что даже когда его атаковали да и он где-то пропускал то вот он себя достаточно спокойно вел у него не было паники то есть он пропустил следующий удар он уже перекрывался он выжидал выискивал то есть он не действо пропускал начинает руки разлетаться начинает убегать то есть он принимал при этом достойно в этот момент изучал соперника для того чтобы потом либо пересплатить атаку или опять работать то есть технично достаточно хорошо обучен так как он хороший был любитель да хорошая у него школа он спокойно так ну на ножках неплохо двигался ну бьющий парень для веса 53 53 он начинал 57 по моему он закончил 50 нокаутов 80 поединках это достаточно много то есть даже не каждый более крупные ребята могут похвалиться таким процентом коэффициентом досрочных побед интересы такой приятные приятные даже внешне вот как смотрел вот те же тоже нарезки даже сейчас включил одну чтобы освежить то есть такой приятный парень короток полный такой классный боксор хочу могу сказать добавить ну то есть подводя итоги во первых он бы понравился сто процентов талянычу потому что таляныч любит блок вот при этом у нее не был жесткий блок которым он перекрывался он держал руки как бы на висках вы и он оставлял это окно для того чтобы видеть соперника он очень хорошо перехватывал да он подстал он соперник бил по предплечьем по варежкам и как только соперник отбрал паузу своих ударах тот мгновенно выстреливал не всегда попадал но даже вот удара скажем так который в сторону соперника было достаточно чтоб соперник просто приостановил свои действия ну и любитель повторять удары вот это то левый в корпус когда он соперника сначала замораживал а потом тут же ж летел второй и соперник просто падал на канвас но это не может не вызывать восхищение то есть это это был боец семидесятых годов вот где-то от фрейзера где-то еще что-то но тогда был такой стиль и надо сказать что у бразильцев очень много вот на семидесятые конец шестидесятых семидесятых восьмидесятых было очень много боксеров любительском плане которые на олимпийских играх представляли дальше жоффре мы вычеркиваем дальше мы кому переходим парере скорее всего он как бы ближе по эпохе вот что мы скажем аппарере напомню что чемпион мира по версии ibf это 2006 год в полулегком весе вот то есть как бы вспыхнул и и и погас вот но довольно таки симпатичный их как бы был боец я помню что в начале двухтысячных я комментировали его бои с Владимиром Ильичем Генблевым и с другими ребятами но скажу честно тогда в общем как бы относился я к нему как бы ну без особого там почтения да потому что у меня еще амбиции больные начинающие звезды были зашкаливающими чувак же ну кто он то он же ну почему почему я его должен знать я же такой весь такой комментатор-комментатор это он я вот сейчас пересмотрел его бои и в принципе это был вот боец да то есть есть боксеры а это был боец который в общем он выходил в ринг понимая что нужно выполнить свою работу и работу свою он всегда делал хорошо был очень стойкий терпеливый выносливый до просто умопомрачения и вот ну несмотря на цвет кожи там не сочтите за игру словом тут темная лошадка большого бокса рабочая лошадка которая который имеет огромный опыт не очень высокий уровень технического мастерства но достаточный для того что если не выигрывает то оказывает сопротивление ну и последний бой который он проиграл эрику айкинену когда он там начал фалить ломать руки там бросать дисквалифицирован это 2006 году было то есть история его чемпионства была стала только из одного поединка он завоевал титул 20 января 2005 года против саята проята по общению ванна гамма ну и все и дальше в общем как бы он свой титул не защищал человек который да представляет бразильский бокс звезда бразильского бокса но был чемпионом мира как бы если не звезда то в в общем сияющий скажем так лучше я могу о нем сказать то продолжит анатолий давайте я про перейру много не знаете евро потому что вот именно что он популярный как бразилии но чтобы он был популярный такой как скажем широкой публике скорее всего нет потому что ну ну не стал таким если дальше мы пойдем то там были действительно имена которые ну это были уже именно поэтому я перед и условно потому что я не знаю что тут добавить уже после какой сказать окей кто джафар давай ты дмитрий смотрел я тоже нет один мой даже полностью и мне показалось такой неуклюрный в меру боец размахнута бьет вроде но соперникам доставляют неудобности именно в силу своей выносливости силу того что он не останавливался он пер до конца это все выливалось в такую вот картинку я вот это он из категории бойцов с которым ты не хочешь драться потому что довести техничный не вот понимать что где-то там отбегов от его вот размахнута удар ты можешь конца подустать и он тебя забьет этими же повторяюсь размахками неукружен удары он неудобный боксер меру высокий там подвижный корпус неплохо двигался и вот когда я смотрел на резку из его побед я думаю а я не смотрел что это не посмотрел на его рекорд то непобеденный ну не считает сквалификации я думаю выказ я тупой смотрю кто его там побил наверняка там кто-нибудь его накрутировал тогда за его вот эти вот карака заменю слова нет но нет не находит того я полистал боксерек не было у него там поражение насколько я понял не знаю возможно поправьте он попал не там и не в самые сильные времена своего века таких боксеров уже то время должны были нам наказывается такое я скажу что он плохой техник но его были откровенные пробелы но он вышел пустим из воды последний бой как прыгал дисквалификации я не посмотрел его но он не нужно просить там дисквалификации там не пытается за поражение дмитрий я могу сказать так что да как я сказал у него одна только поражение дисквалификации но там еще и казалось что вроде бы и удары ниже пояса были я могу про него сказать что как его переименять с суперзвездным действительно что он таким не был но он не был и очень техническим но как боксер то он был таки не уступчивый что доказывает что у него ни одной поражения кроме дисквалификации не было и держать удар них да у него были и размашистые удары согласны но не смотря на это все что у него и не очень и техника но он не проиграл кроме этого поединка последнего на нот да я еще поревняю то есть же фраза видно что он не таким звездным ну достаточно такие можно сказать ну на то что неизвестный ну таки можно сказать что боксер вен ну не звезда ну просто обычайный чемпион и так окей ну а эрику экинин там удары были ниже пояса он и в кличах брал бразильский треугольник вот придушивал ну а потом удары ниже пояса и рефери конце концов это надоело и он поединок остановил дальше извиняюсь вопрос к вам вот он действительно попал вот такой не самое сильное время дивизиона своего или почему вот такой вот боксер стал непобежденным или избежал как-то он боя с топами ты понимаешь дело в том что мы много раз говорили о том что есть два варианта да под стать чемпионом мира это либо феерически всех сметать на своем пути либо вот есть у нас такой замечательный фильм за двумя зайцами там какая проня прокоповна и вот она говорит уж кавалер там тоже замечательный фильм посмотри вот говорит и у нее как бы нарисовывается жених и вот она горит а сейчас сидела сидела так зато же выходила образованный модный сидела сидела так высидела вот жениха вот вот он просто высидел свой титул вот единственный успех это был в японии где он ну сейчас я посмотрю это был вакантный титул двадцатого января 2006 года он боксировал против тайландца и он его просто перебоксировал то есть перебросал ударами там сто восемнадцать сто восемь действительно он попал на на без корицы на на без птичей жопа соловей вот это вот такая же ситуация ну вот потому что взяв титул он больше его не защищал его и его лишили титула потому что там не выполнил вес в определенные случаи вот в определенных и его собственно говоря и все и у его самое вот я просто посмотрите его бои его как бы то есть если бы он попал в хорошие руки он бы он бы достиг хорошего успеха просто все бои практически он проводил бразилии в если он и приезжал соединенные штаты америки это было либо короткое уведомление либо какие-то он шел по версии wb и тут по ibf боксирует то есть просто вот он оказался в нужном месте в нужное время но он очень классно перекрывался он очень классно работал с дистанцию он хорошо очень видел соперников единственное что он очень не любил прессинга он очень не любил он чувствовал себя уверенно когда соперник вот эти размашистые удары с дистанции заставляли соперника начинать бояться его и не иметь высокого класса чтобы сблизиться быстро там вот и он тогда получал просто и удовольствие в большинстве боев у него была не очень качественная позиция вот поэтому он там был красавчиком вот и эрика и айкина он принципе мог перебоксировать там все все было скажем так где-то на равных шлом просто вот знаешь один удар прошелся ниже пояса потому что у него размашистый удар и удары снизу то есть тебе нужно сделать очень простую вещь если ты умный боец тебе нужно во время удара сблизиться ну можно подпрыгнуть эти достаточно просто сделать шаг вперед и перчатка автоматически приходится себе ниже ватерлинии то есть один раз не такой-то человек уж плохой второй раз ну ну случайность да там третий раз но это уже системы систематика да то здесь уже наказывать и здесь это было настолько очень много хотя там не ну нельзя сказать что он бил специально да там айкин его прессинговал он как бы постоянно что ему было ну довольно таки непривычно он пятился вот он ждал ударить навстречу но айкин тоже это понимал и действовал очень быстро на сближении вот либо либо айкин набил и тут же ходил в клинч и паре ничего не оставалось как начинать его клинчевать там вот под по треугольник брать буквально вот так вот брать по треугольник как это ну на канвасе делать просто там при придушиваете кадычок поджимать запястье вот но в общем как бы был был очень хороший боец то есть это был четкий четкий середнячок с скажем так с амбициями чемпиона да вот но к сожалению эти амбиции так и не могли не смогли реализоваться а так вот если посмотреть его бои я вот часто тоже как полглаза смотрел вот с айкин нам ну реально бой интересный почему с точки зрения опять же мы вот видим как боец либо решает задачу да либо он становится причиной того что соперник ломается об него либо он становится следствием подавшись на тактику своего соперника вот вот бой с айкин нам это яркий пример когда ты должен выигрывать но что-то сложилось не так и ты настолько общем есть хорошее украинское слово баспорад ну да как перевести то есть бессмысленно да да выглядишь что тебе ничего не остается как начать какую-то хрень делать вот вот и все так мы жоффре вальдемар парейра давайте быстренько сплюнем патрик тэшер ну я просто не знаю как поиначе сказать вот это вот потому что чувак стал чемпионом мира по версии wbo с 2019 по 21 годы безумно общем как бы проиграл брайаню кастань на потом полу венесуэла куэста и магомеду курбанову то есть чувак просто просто то есть карлосом адамасом ему повезло вот и титул он не защищал практически два года и тут вышел против брайана кастанье и кастанье его просто перемолол взял сжевал и сплюнул вот и продвинулся дальше к червов ну то есть вот и все то есть о нем что-то говорить как бы временный чемпион мира который стал чемпионом мира больше больше нечего как чувак который которого большой бокс выплюнул сплюнул и выплюнул на обочину вот и все если кто-то что-то хочет сказать я рад послушать окей оселина фрейтас то есть на сегодняшний момент для меня оселина фрейтас а знаете прозвище оселина фрейтас а почему попов переводится можно так это папа попа знаешь когда ты даешь ребенку конфетку что-то говоришь попа это когда вот дают ребенку конфетку на на или меням-ням вот такое когда оселина фрейтас когда его впервые увидел сейчас я я честно скажу сейчас я открою его бокс-рэк это по-моему было в германии если не ошибаюсь дебютный бой проводил с англичанином если я не ошибаюсь хосе адриано сарес вряд ли это общему имя британцев хотя может следующий ли какой там тоже один из них у него был по-моему с замечательными сервисом я в 90 в каком-то году сейчас я а это был 98 год мы только общем как бы начали постоянные трансляции и это был поединок в мексике мы тогда на кассетах получали это не была прямая трансляция он боксировал с хосе луисом мантесом которого на культировал первом раунд вот и следующий уже бой у него был в британии против питера бакли которого и он избивал и питер бакли сел на табурете в третьем раунде вот эти вот поединки приходили к нам на кассетах и мы их рассчитывали тогда еще без владимира ильича гербина и опять же говорю то есть уже вот сегодняшнего дня допустим я бы как-то смотрел на него для меня в общем это многие моменты для меня в общем были не то что неважными непонятными да то есть если это не майк тайсон то какого хера я должен обращать на него внимание если его летнее имя ленок с льюис да вот и сейчас я понимаю что я тогда ну настолько ничтожно в общем как бы понимал в боксе что может быть это и следовало вот так вот так так вот вообще ну не сделала меня тем кем я есть но я думаю что если бы я отнесся к этому более серьезно потому что я же говорю что я начал заниматься боксом девяносто девятого года потому что я понял что я несу пургу иногда дичайшую и для людей которые занимались боксом то что я начинаю говорить там по сути по книжкам да одно дело когда ты пишешь статью и а второе дело когда ты говоришь но в общем писать у меня получалось намного лучше и я тогда когда начал заниматься боксами многие вещи начал понимать но вот девяносто девятого года уже начались у нас прямые трансляции к этому времени вот уже попова фрейтас уже стал завсегдатаем британских sky 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 tv на шоу-тайме он боксировал в основном и естественно он попадал в трансляции и вот знаменитый бой который вот впервые я понял кто такой оселин афрейтаса как конечно против хайли косомайора хайли косомайора кубинца который для меня типа там непобедимый бубочка который должен разнести этого бразильца и случилось самое страшное что ростом нет хайли косомайор не знал куда деваться он 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 просто не мог остановить вот этот напор этого бразильца который махал руками хавая но отдавая больше нежели принимая и тогда когда победил он хайли косомайора причем на картах всех трех судим нет в америке какой-то бразилишка мне подумал нихрена себе потому что для меня хайли косомайор это был типа чувак если не в пантеоне великих но то близко к нему и вот дальше мы начали на него как бы присматриваться второй бой которого я получил кучу удовольствия это дьего каралис это знаменитый бой когда дьего каралис просто был избит это чувак дьего каралис ты чё бля это его чтобы его луис костила не мог убить вот он у него глаза заплывшие он ведь умудряется нокаутировать соперника а здесь его просто изнасиловали каралис как раз на нос первое поражение да 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 прошу прощения то я ошибся я то есть да когда каралис каралис просто его изничтожил и для меня это было да для меня это было просто дико ну а дальше уже как бы он пошел ну по накатанной и он уже не стал интересен поскольку его знаменитая фраза когда он боксировал с дьего каралисом ну масса я не могу больше мне вот вот это вот как бы ну и сбросила вот эту вот покрова когда он проиграл флану дилса в 2007 году и все в общем как бы он пропал но чувак чувак запомнился как и перейра до его объединялась проверка это необыкновенная работоспособность понимание того что я я могу немного но то что я делаю я делаю от всей души кто еще скажу что я скажу что вот это тоже как раз так в то время когда я тоже начинал стать бокс благодаря тому что вы тогда делали трансляции и фрейта со показывали потому что он попадал в основную основной карт где-то его бои вот час ну были были я помню и вот он он был боксер который изначально как правильно вот кто это такой какой-то бразилиц непонятный но он реально во-первых очень бьющий был для этой весовой категории он такой вроде смотришь на него худой простой такой парняг на футболиста больше покосит на боксера наверное он именно реально вот что работоспособный нельзя сказать что он там супер был стратег великий но он очень работоспособный мог терпеть сам когда пропускал но и его удары приносили большой вред сопернику и вот действительно когда он вышел если построить у него много послужном списке был несколько было бойцов послужном списке где он кому-то нолик то и подпортил первое того как раз вот и коса майору потом когда-то он такому очень особенно известному дикима расскажет особенно в европе который был вечный чемпион куда бы убила то есть выезд по моему первый выезд григоряна за пределы германии и сказка о стойком солдатике закончилась царь такого ринга в германии вот такого вывезли 36 но любого там куча нокаутов там регалий и фрейтас просто его ну просто вынес его как на и как мусорс хаты забыл это у него забрал титул потом узко с моим это вообще был потому что коса майор этом но я не помню низкий чемпион но призер так точно и очень вот сказал бы по классу бокса он мог выиграть у спрейтоса но по факту не получилось фрейтас его просто и когда вот они вышли на поединок фрейтас с каралисом каралис по моему уже тогда имел поражение от флойда и одно единственное и вот что надо поражение флойда все каралис был такой пантеоне а тут его в мейвезер потушил и как-то уже на каралисов не так не посмотрели но каралис в этом бою именно просто забрал душу фрейтаса в франдею и что после этого фрейтас еще выдал пару неплохих боев он выиграл у этого гостера еще кого-то да еще забрал титулы и потом вышел на хуана диаса молодого от этого бычка который тоже сумасшедший работоспособность он его опять тогда перебил и он еще провел там несколько поединков но это уже были у них которые ничего не определяли и фрейтас ушел как-то так в закат к сожалению не ярко хотя карьера была достаточно крутая очень сильный панчер и крутой боксер вот реально крутой то еще что скажет я могу да ребят я вас вынужден на секундочку оставить джафар в бачайхи я с удовольствием тебя послушаю в записи мне сейчас нужно дарил звонок и сумаска пришла сюда я начал тоже смотреть фрейд благо про него намного больше материалов чем про того же жара и насколько я понял его карьера поделилась на до каралита и после хотя и к бою с каралитом он уже на подходе его отправляли в нокдаун вот он я помню с британцем бороуз по моему его звали первым раунде он его отправил нокдаун и потом фрейта сразу встал и в том же первом раунде отправил его то есть ему сложно было укладываться в лимит категории и как бы поражение в бою с каралитом не стало ну как я смотрел без сегодняшнего взгляда на это не стало сюрпризом там караль держал удар и выдержав все эти атаки строительства он в итоге просто заставил создаться жалко было на это смотреться то есть он так посмотрел в угол скобал не не буду вот я прочитал что видите ли вплоть специальному столу есть то 30 по 35 чтобы не драться но я думаю стоит бы устроиться были определенные вот эти в защите дыры благодаря чему вы отправляли на данность вот на его правую был была тоже контр-правая просто с уклоном чтобы не попасть под раздачки он достаточно легко на нее ввелся но и нужно сказать что прессинг он оказывал сумму то есть он когда доводил топельника до канатов он не сразу набрасывал то он раскачивал давал топельнику возможность вы то есть у топельника так а вот и этот могу выйти и когда они уже пытались как-то либо ударом без удар выходить он снова ловил медленности вот до местности уже топельник цепи и вот поэтому да такой хороший боксер я бы его поставил смело стопки бразильцев да просто вопрос там после как на втором или третьем это мы обсудим концы и салы каком-то наверно буду придет дмитрий ну фредес я про него знаю то что он был чемпионом в пвбо пвбал и в двух версиях он был чемпионом но еще можно добавить что он еще боксировал с барресом с гранитинцем то что мы той раз рассмотрели и перемег его уверенно ну да он мое там две поразки ну он непоганый боксером но бьющим ну звестно что у него были проблемы и в обороне и защиты и были него в плотности что показали ему и дьего коралеса сам майора вина звестно что ну да никто не ожидал от него это победы но они показали то что он может таких боксер побег примагать ну да сильно фрейтес будет таки ну вот в него никто не ожидал что он может перемогать известный боксером но у него удалось удалось это заработать и естественно что он не мы програли мы если бы встретился без флойда то естественно что флойду он програли но вот несмотря на то что что он и мав свои там кажутся оплошности но он все равно старался и у него такие были поединки что на него никто не стал а ему удалось выигрывать вот и да и асуин там пробегал ну тоже было на завершении карьеры ну вот что еще можно при нем сказать что он был ну не как мы моем точке зрения то он был непоганый был боксером но он не суперзвездой но тем не менее будет чемпионом по двух версиях абсолютным чемпионом он был потому что других не да ну вот ой не 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 мы же говорим я что-то про жоффре сейчас копирую просто фотографии жоффре чтобы ставить видишь совсем заработался окей ну и напоследок робсон консессиал для меня я бы назвал это боксер боксер великих надежд и больших разочарований по-другому я не скажу с одной стороны вроде бы талантливый чел умеющий много самое большое мне кажется что вот проклятие это когда у нее забрали победу над василием ломаченко вот и вот где-то вот его как бы фарт фарт оставил то есть самых всех все самые важные поединки которые вот для него должны были быть так вехами он он проигрывал вот если допустим там оскар вальдес ну спорно оскар вальдес то можно что-то сказать спорно там шакур стивенсон его просто вынес мануэль наварет и беспорядочный их как бы его нужно было ломать и вальдескор дождь техничный чувак чел бы ты же быстрее мне капуэра мне эти бразильская самба там еще что то но у меня все что угодно но в общем как бы это все закончилось для него печально хотя тоже говорят что он аварет он как бы там надо было отдавать победу вот но тем не менее будет он возвращаться 13 апреля против хосе яна гуарда артиса но это уже поединок скажем так не никуда не ведущий а так я вот единственный как бы боксер бразильский как на которого можно было возлагать большие надежды но как бы он подарил большого большое разочарование то есть на него было интересно смотреть но в чем причиной того что он проигрывал казалось бы что он может быть на равных вот это вот мне кажется в менталке том стальном стержнем что делать настоящего чемпиона настоящим чемпионом кто подхватит давайте я давай ропсон консенсиал ну как бы мы помним дамы с ним познакомились ну визуально это тогда когда был скандальный бой затем и раз выселил на мужчинка когда начали консенсиал отдали победу а потом как бы изменили это было ваку но хотя я я честно говоря тогда опять же может быть я так смотрел знаете как говорится когда ты с тебе за кого-то болеешь скажем так да то есть ты всегда видишь в нем то что например не видит тот кто смотрит либо просто вот как бокс либо кто наоборот за него не болеет мне казалось что-то добавься выгнал но это другая история и вот когда я первый раз о нем услышал этом об этом боксере потом уже увидел его как профессионалом я вам скажу что очень классно обучен боксер хорошо всегда хорошо сложен хороший для этих весов как переписать 9 килограмм где он боксер 57 59 все вроде бы здорово но вот-вот-вот я немножко отходил на было я услышал этот последний вы сказали вот не хватило немножко вот для того чтобы стать по-настоящему наверное звездой или чемпионом мира да вот именно какого-то стержня вот этого чемпионского потому что он хорошо боксирует но не мнение вот но нету наверное где-то какой-то харизмы немножко силы удара которая бы могла вот в себя влюбить его скажем так если можно так сказать вот я допустим могу сказать чтобы в поединке с вальдесом вы тогда помните обсуждали я считаю что вальдесу туда победу натянули просто так взяли и натянули на уши потому что тогда конси сяло его ребят и не боксировал перебоксировал это даже было видно и по бою а главное в конце поединка было видно вальдес был такой краснощеки подпухший как будто его в бане били вениками не по спине а именно били и по лицу такое у него было лицо какой но тогда вальдеса вытянули тогда первый раз посмотрел что вот и есть когда на профессиональном боксе на кого ставка то будет интереснее кого легче будет продать и вот это было в этом поединке определение того что конси сяло для того чтобы ему отдавали победы даже боях казалось бы визуально видно что ты выбегаешь нужно что-то делать больше то есть ты должен либо быть вот как лопес какой-то харизматичным который вот своими вот этими всеми выходками привлекать к себе публику гигантов которые готовы до транслировать и пойти кисло участие и так далее ну и конечно мой менеджер промоутер которые могут ему могут имеют связи умеют организовывать договариваться чтобы своего боксера просто главное событие вечеров мы главное чтобы эти боксеры там боксировали еще и выигрывать и вот конси сяло в листе хорошая техника вышкаленный ну смотреть ему приятно как он боксирует но вот момент вот тот что нету какой-то харизмы нету немножко вот сил удара какой-то вот искры в нем нет вот он просто как оловянный покой солдатик он выполняет хорошо свою работу ни больше ни меньше то есть нету импровизации вот это ему мешало мешало и мешает для того чтобы вот он смог стать чемпионом потому что даже в том же поединке с наварет и до казалось бы несмотря то что он даже иногда он и попал он но наварет и в бою преподал именно урок бокса показал кто такой наварет и про то что мы тоже неоднократно говорили что наварет и король маленьких потому что обучен он плохо физически он крепкий когда попадется такой как он и умеет боксировать наварет и покажет то есть принципе этом бою и опять же вы выбор где-то за уши отдав в этом бою ничью как по мне даже при таком при тех нога у нас все равно конца сяо мне кажется больше раундов забрал и можно было отдать победу ему но и судьба боксер хороший боксер интересный но без искры поэтому и нету наверное сожалению него такого большого будущего боксе то есть он будет хорошим будет интересный для каких-то имен которым нужно будет провести поединок хорошим боксерами тем самым поднять себе имидж но сам наверное все таки не станет не чемпионом не звездой к сожалению окей джафар для меня это тоже боксер который вот всегда был вот 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 казалось бы вот вот и он уже чемпион вот вот он началось с васи то есть 1 8 финал мира мне кажется если бы ну прошел то дать он мог бы за медаль точно ты он достаточно хороший любитель тоже любителем если говорить о профессиональном боксе то на бой свадьбе сама выиграл но не выгоден был топ рамку и выгоден был боба раму был сбор боишься курам что было понятно там шакур просто на голову был вышли технично конце стал это пластичный боксер он одинаково хорош и защите в атаке есть боксеру которых там они хромают по защите в атаке он был такой баланс есть у него есть такой баланс и все вот эти вот боксера они заканчивают одинаково они становятся гейткиперами и вот статус гейткипер он принял на себя перед боем снова ретто но преподал вот как анатолий сказал преподал ему урок и солнце вот и дальше мне кажется будет такой лакмусовые бумажки для проспектов его им будут проверять следующих претендентов полу легком весе возможно фанаты есть у меня сейчас поймут он привод когда стим паре бы есть в легком весе есть и такой боезда сим паре он оспаривал титул неотпаримого чемпиона два раза и проигрывал но занимал стройку по 5 всегда был топом большом весе но никогда не выиграл титул и опять же вот его в последнем бою тоже хотели преподать как гейткипера он победил туда вот поэтому такой концерт технически он мне кажется из всех бразильских боксеров я как он самый выбранный так сказать да и вот если взяли детальку отвечает за атаку там а вот и куда же детальку за защиту то ему дали все детальки но вот эти детальки как-то не развил полностью не не наехал пробег нужный не набрал а так быстро он будет в элиту то его веса даже на данный момент как он не и заслуживает уважение дмитрий можно сказать что вины проигрывал и звездным боксером которые популярны такие как Шак Вальдеса ну там тоже согласно что там мастерство играло роль а на счет вот этих двоих спорных поединков на Варетта и Вальдеса ну вот они больше популярны и понятно что их даже если бы было и равны очкам там ну известно что они не дадут ему перемогу потому что тие боксеры больше популярны на них можно заработать кошти и естественно что ну Робсону не дадут там перемогу и он и падает нокдауни как бы еще хоть и в нокдауни будет не падать больше стеки еще был то может в какие-то ну были бы шансы а так у него есть проблемы все-таки в захисте он непоганый да технично но он и то что больше его не хватит как преподавал урок а вот чемпионом на жаль я думаю он не станет шансы него невеликим потому что хороший боксер попадает то ему перемогу просто не дадут даже если вины проявить себя хорошо слушай ну если он кого-то возьмет и нокаутирует то есть не бери ничего просто бери от жизни все нокаутируй соперников и будет тебе в общем как бы титул чемпиона мира ребят спасибо хороший разговор у нас сегодня получился что делаем завтра потому что у нас пятницу 22 марта крис берг эшли лэйн за титул чемпиона британии в легчайшем весе в пятницу в субботу 23 далтон смит хасэсэпэда на дозан и все имеет смысл об этих боях разговаривать когда чё чё мы встречаемся я предлагаю завтра в 21 00 все-таки встретиться на вот а во первых посмотрите лянычу в глаза где он шастает хитрый жук зато по моему работает да или мы просто тогда отдыхаем даем возможность себе в среду отдохнуть и заняться домашними делами и встретиться уже с как бы следующий понедельник ну опять же переливать из пустого в порожнее когда не о чем говорить вот не стоит отдыхаем завтра отдыхаем все тогда всех обнимаю увидимся на следующей неделе набираемся сил потому что вот уже через уикенд нам придется поработать все пока все пока а